Мне просто нужно видеть лица моих друзей, моих друзей. Мне просто нужно видеть лица моих друзей, моих друзей. Здравствуйте, дорогие зрители! Я Анна Колесник, сотрудник музыкально-нотного отдела библиотеки имени Белинского. Сегодня мы беседуем с дочерью замечательного композитора Евгения Львовича Гимельфарба, Аленой Евгеньевной. Здравствуйте, Алена! Алена Евгеньевна недавно принесла нам вот такой сборник, презентовала в наш отдел. Он из нас совсем недавно, и он полон замечательных пьес, которые написал Евгений Львович Гимельфарб. И поэтому у нас возникла идея узнать чуть-чуть побольше об этом композиторе, потому что на самом деле в интернет-ресурсах практически нет информации, всего несколько статей. Но давайте начнем именно с этого вопроса, где брать информацию об этом композиторе, который написал столько хорошей музыки. Но вот интернет нам в этом смысле не очень помогает. Действительно, в интернете очень мало информации, поскольку когда папа ушел, еще интернет не был так распространен. Сейчас потихоньку начинает появляться новая информация. Есть какая-то информация в архиве хоровой ассоциации, которая была создана в конце 90-х годов прошлого века с помощью как раз студентов папы, самого папы, руководителей и работников мужского хорового лицея. Есть информация в библиотеках консерватории мужского хорового лицея тоже. Ну и в домашних, так сказать, запускниках друзей, коллег, близких. Ну это, получается, такие рассредоточенные достаточно сведения, которые еще не собраны в какой-то один блок, да? Ну, по идее, было бы здорово, если бы кто-то взял на себя такую задачу все это собрать и сделать хотя бы небольшой блок вот этого композитора, то есть чисто информативный хотя бы. Вот мы поговорили, начали разговаривать о мужском хоровом лицее. То есть я знаю, что Евгений Львович много лет работал и в мужском хоровом лицее, и в консерватории. Ну, естественно, общался с профессорами, студентами. И так часто бывает, что у педагогов все эти творческие люди оказываются дома. Вот бывали ли эти профессора, студенты у вас дома? Именно так было у нас. Двери нашего дома, можно сказать, всегда были открыты для всех, независимо от положения, возраста. У нас были взрослые люди, папины, учителя, у нас были очень молодые люди, его студенты, у нас были его друзья. То есть постоянно были гости какие-то дома. Папа тоже сам очень любил принимать гостей, очень любил готовить. Готовить? То есть это была очень яркая жизнь. Вот маленькая черточка, которую я ни в одной статье не нашла, об этом никто не написал, что он любил готовить. Как говорит мама, поскольку гости были часто, нам не было только горячее, все остальное было на Жене, вплоть до тортов. Ой, как здорово. Супер. Какое у вас самое яркое впечатление от папы осталось? Может быть, какой-то именно вечер запомнился, когда пришли гости, что-то такое, они сыграли, рассказали, какой-то спор был? Как таковое, единственное, наверное, впечатление выделить трудно, потому что это был такой круговорот этих ярких впечатлений. Если говорить о сегодняшнем дне, то, наверное, самое яркое впечатление, это то, что люди до сих пор помнят, то, что при встрече начинают вспоминать какие-то истории, события, которые не забыты. И даже когда ты приходишь в гости к людям по их какому-то торжественному поводу, рано или поздно разговор все равно перетекает на папину личность. И это, конечно, приятно. Да, на самом деле, когда человек является сам по себе живой историей, когда он остается в истории, это очень ценно. И ты ощущаешь свою причастность вот к этому большому событию, это действительно очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот в этих статьях мне удалось найти информацию, что ваш отец общался с такими медийными личностями, как Гагарин, Елизаров. Вот какие-то свидетельства, может быть, фотографии, переписки, что-то осталось? Фактически нет, потому что папа был очень неамбициозным человеком, то есть вот сфотографироваться рядом, как это сейчас, да, абсолютно все хотят сделать селфи. Это было не его, ему было достаточно просто быть рядом с человеком, поэтому он действительно был знаком и приятельствовал со многими очень известными людьми, и с Висоцким, и с Кобзоном, и с теми, кого назвали вы, но именно подтверждающих фактов и документов этого нет. Ну, это тоже интересная, характеризующая черта, именно личная, личностная. И этим объясняется вот даже название произведений, да, которые он создавал. Очень теплые, всегда душевные. И вот по воспоминаниям студентов и консерватории, и мужского хорового лицея, что это необычайно добрый был человек, и в классе всегда царила атмосфера любви, понимания, тепла. И становится понятно, что ему действительно было неважно, что это Гагарин, да, тот же Кобзон. Они на одной волне, и поэтому действительно подтверждения вот этих не надо было. Кстати, вот в название сборника вынесена песня «Часы надежды». Эту песню папа посвятил одному из своих студентов, Виктору Березинскому, он сейчас живет в Израиле, активный музыкант, композитор тоже. Скажите, пожалуйста, вот у нас в Свердловской области существует союз композиторов Свердловской области, наверное, вам не безызвестный. И в первую очередь, конечно же, я отправилась туда искать информацию, но я ее там не нашла. Я поняла, что Евгений Львович не состоял в союзе композиторов. Но тем не менее, я думаю, он общался все-таки с этими композиторами. С какими, может быть, более плотно, может быть, обменивался творческими идеями? Папа действительно не был участником союза композиторов, потому что, на самом деле, у него не было профильного образования композитора, что требовалось в то время для того, чтобы стать членом этого общества. Но, конечно, многие композиторы также бывали у нас дома, и папа с ними общался. И это были, опять-таки, как более взрослые люди, так и люди папиного возраста. Например, с Сергеем Сиротиным он учился в одной школе, они дружили всю жизнь. Клара Кацман, Пузей, Биберган. То есть контакты были очень плотные, потому что папа был очень общительный человек. И тот же Сиротин на одном из вечеров памяти сказал, есть люди с тяжелым характером, есть люди с легким характером. У Евгения Львовича характер был легчайший. Ну, да, действительно, даже по фотографии это читается, вот эта доброта, вот эта общительность. Абсолютно простой взгляд без второго, третьего дна. Действительно, когда берешь даже вот этот сборник, хочется сразу его открыть, потому что у тебя смотрит такое простое лицо. И вот хочется, действительно, ведь ноты, музыка – это общение. Да, и отдельное спасибо я хочу сказать за оформление этого сборника Кравцеву Владимиру Анатольевичу, художнику театра драмы, который очень мне в этом помог. Это он выбирал фотографии, какие можно разместить, и делал рамку. Вот, кстати, хотела сразу же перескочить с вопроса на сборник. Как у вас появилась идея создания этого сборника, и кто, кроме вот этого художника, помогал? Потому что, насколько я знаю, вы сами не музыкант, и это дико сложно. То есть, скорее всего, вам помогали этот сборник составить, да? Я не музыкант-профессионал, но я, конечно, музыкант внутри, я очень люблю петь. Говорят, что гены не всегда правильно передаются, но вот в плане голоса, в плане слуха мне повезло. И идея возникла не так давно, на самом деле, когда мои дочки стали интересоваться, когда уже наступил такой возраст, когда они стали понимать, что о дедушке очень много говорят, но они его никогда не видели, и тогда пришла идея сделать такой сборник. Мне очень помогли папины студенты Юлия Андронова, Виктор Андронов. Юля помогала компоновать порядок того, как произведения будут идти в сборники. Я ездила по всему городу, собирала партитуры, потому что в личной библиотеке были, к сожалению, не все написанные или напечатанные экземпляры. То есть я звонила, обращалась к друзьям, коллегам, знакомым. Затем мы передали Барыкину Валерию Дмитриевичу весь этот комплект. Понятно, но было бы странно, если бы... Набором нот и формированием макета занимался именно он, да, то есть мы с ним тоже очень плодотворно сотрудничали. И на задней обложке стихи, написанные моей подругой и коллегой Натальей Александровной Истоминой. В планах еще три части сборника, потому что сюда вошли самые, скажем так, популярные произведения, песни для голоса и вокального ансамбля, то есть то, что занимало основную часть папиной музыки. И также планируем выпустить еще сборники с детскими песнями, сборники фортепианной музыки, такая тоже была в его творчестве. И отдельно будет сборник для хора. Вот, кстати, по поводу музыки для детей и для хора. На этом поле деятельности Ваш отец очень, я думаю, встречал большую конкуренцию, потому что не только он писал для детей, очень любили и писали для детей и Сиротин, и Басок, и Басов, и Сорокин, и даже Горячих по молодости лет для детей писал. Он вообще более взрослую, конечно, лирику создавал, но тем не менее. Вот как ему удавалось не сталкиваться, что ли? Вы знаете, наверное, были непростые, наверное, какие-то отношения, но папа был таким человеком, который никогда ничего не выносил. Даже в семью? Наружу, в семью, из избы. Поэтому, то есть никаких склоков каких-то никогда никто не вспоминал, и речи об этом никогда не заходило. Все, что было, было у него внутри. Ну, наверное, достаточно сложно все внутри нести, но понимая, какой легкий у него был характер, наверное, он даже к этому так и не относился. Как-то это все более-менее легко решалось, да? Он все переводил, все буквально переводил в шутку, если был какой-то конфликт, какое-то недопонимание. У него это прекрасно получалось. Поэтому, да, только юмор. Я начинаю жалеть, что я совсем не знакома была с вашим отцом. Ну, я тогда еще даже студентка консерватории не была, к сожалению. Еще я хотела спросить, есть ли у вас какие-то любимые произведения папины? Да, ну, наверное, они любимы не только мной, а большинством из тех, кто знаком с произведениями. Это «Храни любовь». Это «Лица друзей», наверное, самая моя любимая песня. И это «Карлс». Детская песня, и что мне приятно, ее сейчас исполняет младшая группа детской филармонии под джаз-хора, под руководством Марины Макаровой. И когда первый раз я услышала со сцены эту песню, для меня это была неожиданность. Сейчас уже ожиданность, потому что мы тоже общаемся. Мои девчонки поют в джаз-хоре, и старшая, и младшая. То есть тоже голосистые, тоже музыкальные. Прекрасно. Все композиторы работают очень по-разному. Кто-то работает за инструментом, кто-то только за столом принципиально. То есть кто-то сначала подбирает материал, да, и потом уже редактирует его на нотном листе, а кто-то сидит и прямо на нотном листе что-то создает. Вот как процесс работы проходил у Евгения Львовича? Тоже абсолютно по-разному. Он мог проснуться утром и быстро бежать за стол, чтобы что-то записать. Как Шуберт. Он мог во время занятий со студентами что-то за роялем наиграть и не записать. То есть варианты были абсолютно разные. И очень многие сейчас говорят, что он небрежно относился к своим записям, потому что очень многое не сохранилось. Ну так же, как Шуберта, его буквально заставляли друзья записать вот эту вариацию, вот эту импровизацию, а сколько все-таки они не успели заставить его записать. Скажите, пожалуйста, какие коллективы, вот кроме детской филармонии, мужского хорового лицея, еще исполняют музыку вашего отца? Очень много школьных, музыкальных школ коллективов исполняют, потому что многие студенты или коллеги папы до сих пор трудятся и используют его произведения для того, чтобы научить детей петь, либо для того, чтобы научить кого-то дирижировать. Она на самом деле, вот эта вот музыка, если ее играть, ну вот анализировать, как-то слушать, она очень хорошая, понятная и простая. То есть вот, как вы сказали, на ней хорошо учиться. Именно вот как прямо такое учебное пособие, причем учебное пособие не скучное, а именно вот душевное такое, то, что еще тебе дают, то, что хочется петь. И вот есть такой фестиваль музыкальной звездочки, который проходит в Екатеринбурге. Там просто часто звучит музыка Гиммельфарба, в том числе Евгения Львовича. Есть прямо сайт. На этом фестивале музыкальные звездочки играют музыку только уральских композиторов. Вот это очень хорошо. К сожалению, сейчас фестиваль часто проходит в онлайн-режиме в связи с ситуацией пандемии, но, тем не менее, это не меняет ее статуса. То есть там звучат именно произведения уральских композиторов. И это очень хорошо. Если мы заговорили о фестивале, то тоже хочу сказать еще отдельное спасибо мужскому хоровому колледжу и семье Андроновых, потому что именно благодаря им после смерти папы каждый юбилейный год, то есть раз в пять лет, их усилиями проводился фестиваль в памяти папы. К сожалению, в этом году, когда папе исполнилось бы 80, у нас не получилось фестиваль провести, потому что мы приняли решение, что мы не хотим проводить онлайн. Мы хотим живое общение, и, скорее всего, либо в следующем, либо через год мы все-таки реализуем этот проект снова. Алена Евгеньевна, мы благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти, за то, что вы рассказали вот такие небольшие подробности, но очень ценные, потому что этого нигде нет. И это тем более ценно, что мы с вами сейчас пообщались вживую. Очень правильное решение, чтобы вы не хотели сделать фестиваль памяти отца, онлайн, потому что уже просто действительно какое-то есть присущение всем этим онлайном, и это очень сильно влияет на ситуацию концертную, когда люди просто не появляются в зале, а ждут, когда выложат готовое. Да, и это очень печально. Поэтому мы желаем вам, чтобы все фестивали памяти вашего отца проходили только вживую, и опять же мы будем с вами обязательно сотрудничать, и очень ждем пополнения нот. Если нужна будет какая-то помощь, посмотреть, какие ноты есть у нас, мы вам, конечно, ее окажем. Спасибо огромное за внимание, которое вы проявили. Очень приятно, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Конечно. До новых встреч. До свидания.